Классический автомат – самый распространённый тип трансмиссии. Им оснащают большинство современных авто. Конечно, в последнее время серьёзную конкуренцию ему составляют вариаторы и преселективные роботы. Тем не менее, самой надёжной и долговечной по-прежнему является старая, добрая гидротрансформаторная АКПП. Первые серийные варианты появились ещё в 50-х годах прошлого века. Были они двух- и трёхступенчатыми. По мере совершенствования конструкции увеличилось и число передач. Сегодня четырёхступенчатые автоматы уже считаются устаревшими. И даже в бюджетных классах всё чаще ставят шесть ступеней. Но это далеко не предел. На авто многих брендов можно встретить коробки с восьмью, девятью и даже десятью ступенями. Давайте разберёмся, для чего создают такие автоматы. Что даёт увеличение количества передач и какой у них ресурс. Конечно, многоступенчатые трансмиссии разрабатываются не просто так. Увеличенное количество передач в автоматической трансмиссии в современных автомобилях связано, в первую очередь, с экологическими требованиями. Дело в том, что работой современных автоматов управляет электронный блок. Он отслеживает множество параметров. И в итоге коробка сама выбирает оптимальную передачу с точки зрения динамики, нагрузки и расхода топлива. Двигатель таким образом почти всегда работает в оптимальном режиме. А значит, и выбросы будут на минимальном уровне. Ещё одна причина увеличения количества передач в автомате – комфорт и динамика. Чем больше ступеней, тем ровнее и быстрее происходит разгон, а рывков при частой смене скоростей практически незаметно. Плюс снижается уровень шума. Ведь двигатель уже не воет натужно на высоких оборотах. Применяются такие коробки, как правило, на больших и тяжёлых машинах с мощными моторами. Связано это ещё и с тем, что такой вариант гораздо лучше переваривает высокий крутящий момент, заодно снижает нагрузку на двигатель и продлевает его ресурс. Конечно, многоступенчатые автоматы дороже, хотя бы потому, что в них используется больше комплектующих. Однако снижение надёжности опасаться не стоит. Это связано с тем, что точность производства и качество используемых деталей выше, чем у предыдущих коробок передач. Правда, это не значит, что такие трансмиссии не требуют к себе внимания. Более сложный узел нуждается в более качественном и своевременном обслуживании. И, конечно, нужно применять только рекомендованные производителем расходные материалы. Но имейте в виду, многое зависит от вашего стиля езды. Адреналиновые гонки, перегрузки и частый перегрев могут вывести из строя даже самую надёжную трансмиссию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова